Осуждены к ограничению свободы. К такой мере наказания приговорены в настоящее время чуть менее 400 жителей области. Контролирует эту категорию осужденных уголовно-исполнительная инспекция. Арестанты и их квартиры оснащены специальным оборудованием. Данные о местонахождении осужденного выведены на мониторы сотрудников уголовно-исполнительной инспекции. Для контроля за осужденными, установленных им запретами судом, мы используем оборудование, которое состоит из трех элементов. Это электронный браслет, который одевается на ногу осужденному. И в зависимости от установленных судом ограничений, мы устанавливаем осужденному либо мобильное контрольное устройство, которое он носит всегда с собой, либо стационарное контрольное устройство, которое выглядит вот так вот. Устанавливается оно по месту жительства осужденного. Рейды к тем, кто отбывает свой срок на свободе, для инспекторов привычное дело. Проверяют, в каких условиях живут подопечные и чем занимаются. На улице Красных Зорь проживает Алексей. В преступлении он в своем раскаялся. Сейчас он устроился на работу и ходит дважды в месяц отмечаться. А история у Алексея анекдотичная. Украл, выпил, в тюрьму. Не до веселья стало, когда он получил два года условно. Статья 161-й. Был пьяный, захотелось выпить. Пошел в магазин, как бы сказать, совершил преступление. Вот так вот. И что там сделал? Ну, как? Украл водку, считается. Но бутылку водки. Захотел выпить. На улице Ташкентской еще один подопечный. Этот молодой человек – фигурант громкого дела об избиении инспектора Хоронека. В квартире у него установлена специальная станция, отслеживающая местоположение осужденного. По решению суда, молодой человек должен находиться дома с 23 вечера до 6 часов утра. В случае, если осужденный нарушает правила нахождения на свободе, сначала инспекция выносит ему предупреждение, затем предостережение. И уже на третий раз в суд отправляют представление о замене ограничения свободы на лишение свободы. Субтитры подогнал «Симон»